Хотя количество людей, которые заболевают туберкулезом, каждый год во всем мире не изменяется или снижается, из-за роста численности населения абсолютное число новых случаев продолжает расти. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит мониторинг очагов этой инфекции. Так, например, в нашей стране в этом году заболело на 15 человек меньше, чем в прошлом. Но это не должно успокаивать, хотя, исходя из этой статистики, видно, что в Эстонии в последние годы число таких случаев снижается. Тем не менее, наша страна по оценке ВОЗ входит в число государств с высоким уровнем опасных видов туберкулеза. Один из них называется устойчивым к лекарствам, а другой даже особо устойчивым к медикаментам. Политик Маргарита Черногорова знает об этом не понаслышке, ведь судьба сложилась так, что туберкулезом за полвека переболели многие члены ее семьи. Я родилась тогда, когда у моего отца был открытый туберкулез. И практически всю жизнь, которую я прожила с отцом, это было более 40 лет, папа болел. Его лечили все время, все время о нем заботились, его лечили. Но понимаете, вся проблема была в том, что его лечили. Причем лечили таким образом, чтобы его семья, его жена и я, единственная их дочь, остались здоровыми. А потом получилось так, что мой муж заболел туберкулезом. Он не жил с нами, просто он пришел домой, и через несколько лет он заболел туберкулезом. И все повторилось сначала. И поэтому я очень хорошо знаю, что это такое. Во-первых, это очень тяжелая болезнь. Она съедает человека, она лишает его трудоспособности, она заразна. Нужно учесть, что туберкулез может повторяться не единожды, так как он по-разному реагирует на современные средства лечения, приспосабливаясь и возрождаясь. Но здесь настораживает появление все новых случаев туберкулеза среди людей, которые никогда им не болели. И хотя это заболевание без особой сложности выявляется на профилактических осмотрах, как показывает практика, жители нашей страны продолжают их избегать. Самое главное, это, конечно, профилактика, осмотры профилактические. Это, может быть, сейчас кажется смешно, но самое главное, вы понимаете, это надо постоянно проверять легкие. Надо постоянно беспокоиться о состоянии санитарных условий. Не должны вместе жить в одной комнате люди, кто-то из которых болен туберкулезом. Это простые вещи. Вы понимаете, я через все это прошла. Отдельная посуда, отдельное постельное белье, отдельная комната. Все эти случаи болезни крайне опасны, ведь они могут повлечь за собой скачок заболеваний, особенно учитывая растущее число социалов в стране. Так что 120 новых случаев туберкулеза – цифра для нашей небольшой страны действительно немалая, поскольку, в отличие от многих других недугов, это очень заразные инфекционные заболевания. Поэтому наше общество должно всерьез задуматься о предупреждении Всемирной организации здравоохранения.